МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер выпуска новостей – Торговый дом. Планета безопасности. Это новости на восьмом, а значит, ближайшие полчаса. Все о главных событиях жизни Владивостока. С вами Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Видите яму – сообщите. Мэрия попросила горожан информировать о некачественном ремонте дорог. Просто сколько можно уже деваться над людьми-то? Вы поймите, что все, что эти все вещи вы делаете, это все уже отразилось. И люди уже не рады, может быть, многие, к тому, что начался этот ремонт. Золотой путь Виктора Ахмелика. Необычная выставка открылась в галерее Арка во Владивостоке. Находить какие-то вещи, артефакты, которые были обработаны пространством. С этого пошло все. В Приморской пещере обнаружили останки древнего носорога. Находки более 50 тысяч лет. Также в выпуске обжалован приговор экс-директору компании ТМК Виктору Гребневу. Обвинение намерено добиваться реального лишения свободы, а защита – оправдательного приговора. И еще расскажем. Житель Владивостока предложил создать собачью спасательную службу. Его вдохновил собственный пес. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока на прошлой неделе выросла до 28 рублей. Состояние автобусов не изменилось. Среди самых частых нареканий пассажиров – грязь, отсутствие безналичной оплаты, разговоры водителя по телефону и курению, долгие остановки, нарушение правил движения. К слову, с начала года 221 штраф на общую сумму более 1 миллиона рублей выписали во Владивостоке компаниям-перевозчикам. Причиной этому послужили многочисленные нарушения в работе общественного транспорта. Управлении транспорта пояснили, что жители могут обращаться к ним напрямую с любыми претензиями. Так, за каждое подтвержденное сообщение о грязном автобусе перевозчика ждет штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Если на маршрут вышло недостаточное количество единиц, то перевозчик обязан выставить резервный. Не сделал этого штраф до 15 тысяч. Если в автобусе нет безналичной оплаты, пассажир все равно должен заплатить. Но при этом переводить деньги на телефон водителю нельзя. Вы просто положите средства ему в карман. Во время выполнения рейса водители должны соблюдать нормы времени на посадку-высадку пассажиров – не более двух минут. О нарушениях на дороге также можно пожаловаться в госавтоинспекцию. А тем временем сбываются худшие опасения жителей Владивостока относительно ремонта тротуаров и дорог по нацпроекту. Так, возле остановки Кирова-32 долгожданный новый тротуар, который не простоял и месяца, оказался вскрыт. Судя по масштабу котлована, проблема в пролегающих под тротуаром водопроводных трубах. В Приморской столице такой неподготовленный подход к ремонту стал уже традицией и приобретает масштабы злого умысла. Хотя элементарный и здравый смысл подсказывает, что прежде чем начинать укладку асфальта, следует перевести в порядок подземные коммуникации. Мэрии сообщили, что работы на этом участке еще не завершены и не приняты. Все недочеты, которые сейчас устраняет подрядчик и повторно выполняет какие-то работы на объекте, дополнительно оплачиваться не будут. А 8 канал, в свою очередь, будет следить за тем, насколько оперативно и качественно перекроют тротуар. В то же время мэрия просит горожан проявить свою активную гражданскую позицию и сообщать о дефектах, которые появляются на уже отремонтированных дорогах. Если вы заметили, что на улице, где в том или этом годах были проведены ремонтные работы, уже провалились люки, начал рушиться тротуар или в асфальте образовались ямы и неровности, сообщите об этом в мэрию. Направить обращение можно через интернет-приемную или любым удобным способом – почтой России или с помощью мобильного ящика корреспонденции мэрии, размещенного на фасаде здания по Океанскому проспекту 15-3. Жительница Приморья прислала видео, в котором повествует о том, что на границе застряло большое количество туристических автобусов. Пассажиры не знают, когда возобновится движение и в чем задержки. Всего на сегодняшний день в Приморском крае функционируют пять международных пограничных автопереходов. Пограничные Суйфуньхэ, Краскино-Хунчунь, Полтавка-Дунин, Тури-Рок-Мишань и Хулинь-Марково. На китайской стороне шестиполосная дорога и комфортные здания, а на российской только двухполосная грунтовка. Разница между китайским и российским инфраструктурным гостеприимством тревожит. Из-за этого неоднократно вставал вопрос о реконструкции объектов и дорог со стороны России. Чтобы привести погранпереходы в надлежащий вид, потребуется не один год и миллиардные ассигнования из бюджета. Ждем, что называется. Обжалован приговор экс-директору компании ТМК, строивший космодром «Восточный» Виктор Гребнев. Был осужден условно за крупную растрату и преднамеренное банкротство. Теперь обвинение намерено добиваться реального лишения свободы, а защита – оправдательного приговора. Как сообщил адвокат экс-директора Тихоокеанской мостостроительной компании Игорь Поляков, в середине августа был получен приговор и начали подготовку к апелляционной жалобе. Позиция у защиты остается прежней. Гребнев в похете деньги не мог. Уссуристская прокуратура также обжалует приговор. По словам Полякова, обвинение считает, что Гребнев должен быть приговорен к реальному лишению свободы на длительный срок. Жалоба, как ожидается, до конца года будет рассмотрена в Приморском краевом суде. Напомню, строительство стартового комплекса «Космодрома Восточный» началось в 2012 году. Сроки окончания неоднократно переносились. Из-за нарушений на объекте было возбуждено более 140 дел. Его ввели в эксплуатацию в 2016-м. К слову, проблемы не закончились и с уходом ТМК. В начале года Роскосмос расторг контракт с генеральным подрядчиком строительства второй очереди «Космодрома Восточный». В августе госкорпорация предложила создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома, которая станет единственным исполнителем работ. В начале сентября вице-премьер Юрий Борисов заявил, что ситуация с темпами строительства «Космодрома Восточный» не устраивает всех. Он добавил, что к стройке в итоге могут подключить Минобороны. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на недовольство правительства написал, что одни строят, другие критикуют. В эпоху развития социальных сетей и удаленной работы все больше людей уходит с постоянного места службы на свободный рынок. По подсчетам экспертов, в России работают от 15 до 30 миллионов самозанятых граждан, а с 1 января 2019 года они обязаны платить налог. Пока что в четырех пилотных регионах – Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Кто они – фрилансеры, люди будущего, свободные от социальной матрицы и власти корпораций, или злостные неплательщики налогов, уклоняющиеся от своих обязанностей? Подробности в нашем следующем сюжете. После окончания университета Оксана Истребкова честно пошла работать по специальности – в школу учителем английского языка. Надолго ее не хватило. Потом были другие вакансии, но удовольствия работа не приносила. До тех пор, пока девушка не поняла – в своей жизни нужно что-то менять, а именно перестать работать на кого-то. Бьюти-индустрия меня привлекала всегда. В частности, именно макияж, визажное дело. И уже, когда я точно решила, что ухожу в эту сферу, начала мониторить рынок на наличие разных школ, какие программы есть в этих школах и что мне ближе. Считаю, что очень повезло, потому что нашла хорошую базу, где я, скажем, выпустилась уже мастером и смогла работать. Тех, кто имеет высшее образование, среди самозанятых – большинство. По данным рекрутингового агентства «Хэтхантер», у каждого четвертого соискателя был опыт удаленной работы. Вообще понятия «самозанятый фрилансер» и «удаленный работник» следует различать. Но это лишь организационные формы. Фрилансер, в первую очередь, это человек, который не состоит в штате компании. А удаленный сотрудник может при этом быть в штате компании и работать просто удаленно, вне офиса. Самозанятый же человек – это человек, который осуществляет деятельность, в ходе которой он не связан с работодателем и также не имеет трудоустроенных у себя сотрудников. Объединяет их одно – эти люди сами распоряжаются своим свободным временем и уровнем дохода. Таких в Приморском крае, так же, как и во всей стране, не больше 5% от работающего населения. С годами эта цифра постепенно увеличивается. К плюсам фриланса можно отнести – возможность выстраивать график под себя, экономия времени, средств на транспорт, доходы зависят только от собственных возможностей, можно выбирать работу по душе. К минусам фриланса относятся нестабильный доход, отсутствие социальных гарантий, таких как оплачиваемые больничные, отпуск, отчисления в пенсионный фонд и другие, отсутствие карьерного роста и отсутствие стабильности. У Оксаны на становление собственного дела ушел год. Нужно было наработать опыт, нарастить клиентскую базу, закупить необходимые материалы и непрестанно искать пути продвижения своих услуг. Заработная плата у меня повысилась, и в этой ситуации у меня появился стимул. Я понимала, что в конце каждого месяца дядя или тетя не придут и не выплатят мне зарплату. То есть я стала понимать, что только зависит все от меня. Опять же, кто планирует уходить во фриланс, должен понимать, что все-таки есть какие-то риски. Интересно, что за границей человек приходит во фриланс, когда он уже проработал в какой-то организации, приобрел опыт, квалификацию, определенный социальный капитал. У нас же обратная ситуация. Человек скорее использует фриланс для того, чтобы приобрести и опыт, и квалификацию, а потом, может быть, устроиться в компанию. Это только кажется, что работая дома, вы освободите массу времени. На самом же деле, когда рядом с вашим рабочим местом уютно расположился диван и телевизор, на кухне пахнет пирогом, а по квартире бегают дети, сосредоточиться бывает непросто. Поэтому соблюдать режим все-таки придется. Большая часть – это, конечно, маркетинг, пиар. Там же искусство, и у нас же также есть профобласть IT, потому что специалисты из области IT – это достаточно редкие специалисты, и их буквально ищут по всей России. И очень часто как раз именно этих специалистов приглашают к удаленной работе, работе по фрилансу. Конечно, многие россияне мечтали бы улететь в какую-нибудь теплую страну и работать удаленно, сидя за компьютером под пальмами. Однако, стоит просчитать все риски. Часто самозанятость предполагает, что трудиться придется гораздо интенсивнее, чем работая в офисе. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. Житель Владивостока предлагает обратить внимание на возможность подготовки собак в качестве спасателей на воде. Он приводит в пример собственного пса по кличке Бандит. Этот хвостатый хорошо знаком отдыхающим на Патрокле. В словах горожанина есть зерно истины. Напомню, за год на воде в Приморье погибли 12 человек, в том числе пятеро детей. Если брать аналогичный период прошлого года, погибли 29 человек, в том числе пятеро детей. При этом спасателей даже на шаморе не хватает, говорят в МЧС, территория слишком большая. К тому же в северной части бухты существует сложное течение. Может, в скором времени Владивосток прославится своей собачьей спасательной службой? Были бы энтузиасты? Как давно у него стали проявляться подобные инстинкты по спасению людей? Я начал плавать, смотрю, за мной увязался. Плывет туда, куда и я плываю. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Останки древнего носорога нашли ученые в Приморской пещере. Галерея «Арка» представила проект известного художника Виктора Ахмелика. Уникальная эстафета в кампусе ДВФУ установит новый рекорд России. Партнер выпуска новостей. Торговый дом. Планета безопасности. Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? Планета безопасности ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром. На даче все в порядке. Сегодня с вами Юлия Ракотская. И мы продолжаем. Останки древнего носорога нашли ученые в Приморской пещере. Галерея «Арка» представила проект известного художника Виктора Ахмелика. Уникальная эстафета в кампусе ДВФУ установит новый рекорд России. Приморским ученым удалось заглянуть в далекое прошлое региона. Останки древнего носорога обнаружили на земле леопарда. Кости, возраст которых составляет 50 тысяч лет, найдены в пещере Сухая. И принадлежат они теплолюбивому носорогу «Мерка», который обитал на территории современного Приморья в эпоху Четвертичного периода, который начался более 2 миллионов лет назад. До недавнего времени кости носорога «Мерка» находили в основном на территории современной Европы и Китая. Однако открытие этого года позволили установить восточные границы его ареала. В пещере, судя по многочисленным находкам древних костей, десятки тысячелетий назад жили гиены. Именно благодаря им Сухая оказалась настоящей сокровищницей для палеонтологов. Хищники приносили в свой дом мясо и кости убитых животных, среди которых оказались и носороги «Мерка». Обладая мощными челюстями, гиены в буквальном смысле перемалывали кости животных. В связи с этим, до наших дней в пещере сохранились только зубы редких для Приморья носорогов. Всего 93 осколка. Очень богатый материал на самом деле. Там многослойка получается есть, поздний плюс сам есть. То есть, там как бы сменялись обитатели этой пещеры и, соответственно, менялся и видовой состав, там их пищевые остатки и все прочее. То есть, мы получаем более полную картину обитавших в то время животных. Находки останков носорогов «Мерка» на Дальнем Востоке подтверждают тот факт, что десятки тысяч лет назад климат этих мест был совершенно другим. Гладкокожий рогатый зверь круглогодично питался растениями и только после значительного похолодания исчез с этой территории, уступив место своему более морозостойкому преемнику – шерстистому носорогу. В ходе раскопок в пещере Сухой ученые обнаружили и массу костей других животных. Среди них – доисторические гиены, медведи, барсуки, зайцы, волки, мыши, лисы и множество зверей, видовую принадлежность которых предстоит выяснить в ходе исследований. Поэтому специалисты уверены – впереди еще немало открытий. Галерея «Арка» представила проект известного художника, дизайнера Виктора Хмелика. Автор более известной зрителю выставками фотографий, стильными календарями, дизайнерскими работами показал серию объектов, объединенных названием «За Голден Уэй». На вернисаже побывала и наша съемочная группа. Подробности у Дмитрия Беломестного. Идея этой выставки родилась у Виктора во время прогулки по острову Русский. На берегу моря он нашел обычный старый газовый баллон. Вдохновившись, дизайнер начал создавать работы, которые собраны в единую экспозицию – «Золотой путь». Я стал собирать, ездить по местам Южного Приморья, находить какие-то вещи, артефакты, которые были обработаны пространством. С этого пошло все. Каждая работа – это выброшенный на берег штормом после кораблекрушения артефакт. Они содержат сюжет, понять который необходимо самостоятельно. Автор задает только направление мысли. Для большего понимания каждому предмету подобрана история и место, где оно было найдено. Например, в Гонконге, Роттердаме, Сан-Сальвадоре. Кто в детстве увлекался романтикой конкистадоров с их страстью к золоту, тот, придя на выставку, отправится в увлекательное путешествие, созданное во многом его собственным воображением. Выставка «The Golden Way» продлится до 2 ноября. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Между тем, не только галерея «Арка» подготовила интересные мероприятия для жителей гостей Владивостока. На выходных в городе, как всегда, откроются культурные, образовательные и развлекательные площадки на любой вкус. Сделать выбор поможет моя коллега Катерина Матвеева. Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева. И сейчас все о самых интересных событиях на ближайшие дни. На международную выставку медицины, фармакологии и индустрии красоты «Матхелс Экспо» приглашают в ДВФУ. Всех приверженцев здорового образа жизни ждут консультации ведущих специалистов приморских и зарубежных клиник, курсы оказания первой помощи, мастер-классы, семинары, бьюти-тренды индустрии красоты и многое другое. Начало в 10.00, вход свободный. Новинки интерьерного рынка Владивостока представят на выставке в Седанке-Сити. Мероприятие соберет ведущих производителей и поставщиков продукции и услуг всех тематических направлений индустрии. Гости смогут посетить семинары, увидят готовые цветофактурные решения, весь спектр декоративных материалов и интерьерной продукции. Начало в 11.00, вход свободный. Проект известного художника-дизайнера Виктора Хмелика «The Golden Way» представит галерея «Арка». Каждая работа, выброшенной на берег шторма после кораблекрушения, артефакт содержит сюжет, раскупорить который необходимо самостоятельно. Автор задает только направление мысли, как всегда, очень лаконичное. Вход свободный. Девятый всероссийский фестиваль «Наука плюс» пройдет в Авгуэсе. Главной темой фестиваля станет роль и значение таблицы Менделеева. Гостей ждут интерактивные выставки, мастер-классы, научно-популярные лекции, квесты. Начало в 10.00, вход свободный. Драматический театр «ТОВ» торжественно открывает новый 86-й театральный сезон. В программе «Вечера» интервью с руководством театра, знакомство с новыми артистами, шампанское для гостей и показ нашумевшей премьеры прошлого сезона драмы «Любовь людей». Начало в 17.30, стоимость билетов 650 рублей. Новую эстрадно-симфоническую программу «Хиты XX века» поставят на сцене концертного зала «Фэскохол». В роли исполнителей выступят эстрадный оркестр МГУ имени Адмирала Невескова и струнная группа. Прозвучат лучшие песни XX века, которые до сих пор популярны как у артистов, так и у любителей музыки. Начало в 17.00, стоимость билетов от 700 до 1000 рублей. Владивостокский клуб любителей кошек «Восток» приглашает заводчиков, владельцев и обычных горожан принять участие в международной выставке кошек. Во Дворце культуры железнодорожников ожидаются сотни представителей различных пород из городов Дальнего Востока. В рамках мероприятия пройдет и мини-выставка «Шиншилл». Начало в 10.00, стоимость билетов от 200 до 300 рублей. В театре Андрея Нартова пройдет премьера спектакля «Три плюс код». История о том, как бывшая жена приходит к бывшему мужу погрустить у могилки брака, а там цветущая клумба новой любви, праздник взаимности и надежд. Пьеса вошла в шот-лист конкурса «Время драмы-2019». Начало в 17.00, стоимость билетов от 500 до 600 рублей. Впервые на площади борцов за власть советов состоится полноценное соревнование по дрифтингу. Лучшие дрифтеры Владивостока и других городов покажут все, на что способны они сами и их прокаченные автомобили. Также в программу мероприятия войдут конкурсы и розыгрыши от партнеров, множество развлечений на автотематику и, конечно, угощения для гостей. Начало в 12.00, вход свободный. На этом у меня все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках города. И далее к новостям спорта. Приморский тхэквондист завоевал золото первенства Европы. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию примет Владивосток. Уникальная эстафета в кампусе ДВФУ установит новый рекорд России. Подробности у Максима Яковлева. Приморский тхэквондист взял золото первенства Европы. Крупные соревнования проходили в испанском городе Марина Диор. Туда съехались топовые бойцы в возрасте 15-17 лет. Все они сражались в олимпийской дисциплине, в спаррингах кируги. Честь Приморья и сборной России защищал тхэквондист из Владивостока Михаил Подузов. Михаил провел пять поединков со спортсменами из Армении, Греции, Венгрии, Испании и Белоруссии. В каждом из них он уверенно одержал победу и в результате выступления выиграл золотую медаль. Приморец также внес свой вклад в копилку сборной страны, которая по итогам первенства заняла первое место. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию стартуют во Владивостоке. Мероприятие под названием «Тихий океан» соберет в приморском городе несколько сотен бегунов с различных уголков страны. Спортсменов будут ждать три интересных маршрута, каждый из которых будет преодолеваться в отдельный день. Участники пройдут парк Минного городка, лесной массив в районе Ботанического сада, а также необычную трассу в районе Карьера. Все ориентировщики будут бороться за победу в трех дисциплинах – кросс-спринт, кросс-лонг и кросс-классика. Торжественное открытие всероссийских соревнований пройдет в парке Минного городка 11 октября в 12.00. Рекордное беговое событие пройдет в Владивостоке. Кампус ДВФУ примет необычную легкоатлетическую эстафету под названием «Бегин». Командам представителей вузов Приморья присоединятся сборные администрации города и края. В каждом коллективе будут участвовать по 100 человек. Все бегуны преодолеют дистанцию протяженностью 1000 метров. В ходе гонки будет осуществляться онлайн-трансляция на сайте проекта, а время участников будет учитываться с применением системы электронного хронометража. Спортсмены также смогут установить необычный рекорд России, а именно наибольшее расстояние, преодоленное в эстафетном беге, участниками всех команд. Старт мероприятия «Бегин» пройдет 13 октября в 10.00. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Видите яму? Сообщите. Мэрия просит горожан информировать о некачественном ремонте дорог. Обжалован приговор экс-директору компании ТМК Виктору Гребневу. Обвинение намерено добиваться реального лишения свободы, а защита оправдательного приговора. Золотой путь Виктора Хмелика. Необычная выставка открылась в галерее Аркова в Владивостоке. В Приморской пещере обнаружили останки древнего носорога. Находки более 50 тысяч лет. Житель Владивостока предложил создать собачью спасательную службу. Его вдохновил собственный пес. Уникальная эстафета в кампусе ДВФУ установит новый рекорд России. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Продолжение следует... Продолжение следует...